Всем-всем доброго вечера. Сегодня у нас вечер 10 июня 2022 года. Сынуля Красотуля отмылся в бане. Сынуля Красотуля стал выглядеть как Джейм Бонд с лосьоном, но пока волосы не высохнут от воды. За это время Мамуля Красотуля нарезала сухариков, насушила сухариков, пока сынуля Красотуля отмачивался. Здесь, короче, разные хлеб. Серый хлеб, белый хлеб, покрошила батоны. Время у нас 16 часов 20 минут, на столе лежат 2 яблочка, не знаю. Мама почистит, наверное, будет что-нибудь готовить. Все, вечер у нас начинается. Так, сынуля Красотуля обсох, это вот наша вечерняя трапеза. У нас есть вот такая мясная тема. Здесь, короче, из свиных голов мяско, оно, кстати, неплохое. Горчичка постояла. Сейчас будем пробовать, оценивать серым хлебушком. Мамуля Красотуля там сидит. Так, горчица в данный момент, она сейчас самая крепкая. Она еще не крепкая. Не, она самая крепость. Наверное, сейчас будем кушать. Время у нас 6 часов вечера. 10 часов. Эээ, 10 часов вечера! 10 часов вечера. Нормально, да? Цвеженькая, куда ты только гопнул-то. Так что помаленьку ешь. Помаленьку. У меня глаза ново потекли, короче. Надо размазать по кусочку. Чего-то прям, а что это, горчица, мамка, смеется. Не, не пожалела прям, горчица. Почему пожалела? Я тебе делала ванночку. Надо, надо смазать, размазать. Ой, самая свежая горчица, она очень-очень крепкая. Потом она... Не надо, не ешь, горчица. Потом она теряет свою крепость, короче, сейчас. Свиная голова. И с хлебом ешь. Когда с чем-то кушаешь, не так сильно оно, это. Мы же вроде как на диете 10 часов долежал-лежать, сжать захотелось, что-то. Бум, и думает, либо пожать, либо похудеть, либо пожать, либо похудеть. Ну, пожать перевешу. Тем более я знал, что там кусочек свиных голов оставался. Да тебе уже хватит худеть. Да я столкнул. Ну, конечно. Вкусно. Чего не держится. Так. Вкусно. Вот такая у нас вечерняя страпеза. Василий звонил вечером, нормально, все, доехал? Вчера еще доехал. Все хорошо, значит, будем кушать и отдыхать. Доброе, доброе. Уже всем утро у нас, уже утро. Мы здесь, мамуля, и красотой будем что-то печь. Да, мамуля, готовь, что мы будем готовить? Пироги. Пироги. Мамуля заводит тесто, в общем, подготавливает тесто, потом поставим мы это все на окно. Оно у нас постоит на расстойке, да? Оно поднимется? Да. На расстойке, и будем готовить. Обязательно в этом видео мы попробуем, что у нас, мамуля, красотуля, и получилось. В общем, ребят, и девчата, сейчас будем делать блок питания на 12 вольт. Надыбал я, короче, очень-очень-очень старый блок питания от системников. Чертежках запустить вы не найдете именно такого блок питания, потому что у меня запущены все старые блоки питания на 250 ватт, на 350 ватт. Берешь зеленый провод и смыкаешь с черным просто. Смыкаешь, блок питания запускает. Но так как настолько древний, американский, здесь я смотрю, есть только синий провод. Синие провода я ни разу не видел. Это дело было с барахолки. Я давненько так любителем занимался. Ну, что-то занимался. Мне досталось она, короче, на халяву. Я прикинул, она валялась уже сколько. В мешке нашел. Я так думаю, запустить за место зеленого провода идет синий провод. Запустим черный провод. Сделаем блок питания. Блок питания поглядел. Отличный. Он просто как помятый весь. Делали качественно. Чистый американец. Компьютер американец. Плата американская. Маркировка американская. Я думаю, до 200 ватт. На 12 вольт. До 200 ватт будет держать. Также сделаем охлаждение с обычного... На серверах стоит вентилятора. В данном случае Intel. Не знаю, запустится он еще, не запустится. Его человеку этот... Сдавал кучу микросхем. Я помню, по-моему, рублей за 50 всего... Не несколько. Целая стопка вывернута. Что-то может пытаться что-то запустить. Или вот такое охлаждение сделаем. Также сделаем для него коробочку. Не знаю, что запустится или нет. И думаю, на линии 12 вольт будет держать 150 ватт. Настоящих 150 ватт. Также, когда мы его запустим, мы свяжем все черные провода и все желтые провода. Для чего нам это делается? Это делается для того, чтобы не падала сила тока. Ну вот так вот. Выведем. У каждого мужика должен быть ток питания на 12 вольт. Кстати, здесь еще на 5 вольт. А выхода я уже не помню какие. Будем методом тыкая. Не буду лазить в эти в интернете. Но все разборщики, не знаю, первый раз увидят синий провод. Качество отменное. Вроде бы ничего не лопнуто. И, по-моему, это настоящий на 150 ватт борт питания, который будет держать долго и ясно. Постоянно в 150 ватт. И не горится. Ну, как я уже сказал, из фанерок сделаем корпус. Под низ бумагу трансформаторную, чтобы не пробивало. Хоть корпус у нас будет деревянный, но это не пожароопасно. Они хоть и греются, но не сильно у них срабатывает защита и прочее. Бла-бла-бла. Также провод, лампочки, методом тыка, проб и ошибок. Короче, сперва мы его запустим, зачистим. Блок питания такой мощности должен быть. Ну, я так скажу. По крайней мере, лучше данных. То, что продают сейчас в Китае. Вот это даже блок питания. Суабики. Он лучший блок питания, который продают с Китая. На 700 ватт там этикетки пишут. На 600 ватт. Фигня. Это все. Делали качественно. Американцы делали. Во. Они первые свои компьютеры. Вот эти квадратные ящики. По-моему, с квадратного ящика. Делали качественно. В общем, ребята и девчата. Все подцепил его как надо. Подцеплял. Предохранитель, короче. Срабатывает предохранитель на замыкание. Все, глядел, где-то замыкает. И на деревяшке. И все. А раз, наверное, пять проверю его. Это предохранитель. А проверяется очень просто. Берется тоненький проводок. В данном случае отсюда ложил уженый один проводочек. Ну, вот он, тоненькая леска. И наматывается на предохранитель. Так можно до бесконечности раз лечить предохранитель. В общем, я раз пять проверю. Взрывается. Где-то замыкает. Переглядел. Не знаю. Все. Американская техника идет за борт. Так. Провод нам пригодится. Взял я, нашел уже, попробовал. Включил я его. Черный провод с зеленым проводом. Короче, замкнул. Пускай на постоянном включении будет. Вот такой вот блок питания. Тоже он, по-моему, на 250 ватт пойдет. Сделаем, короче, крышку от него. Нет, не от него. Это крышка на 350 ватт. А другого. Без перебойника. Ну, как я понял. Потому что здесь маленькие конденсаторы. Все маленькое. Все это. Будем соединять, короче, желтый и черный провод. Желтый, черный. Черный, короче, общий ноль. Желтый 12 вольт у нас идет. 12 вольт точно так же где-то 150 ватт будет давать. А красный провод. Если красный провод соединить с черным, это будет у нас 5 вольт. Также, если оранжевый провод соединить с черным. Ну, и не соединить, я имею в виду. Состыковать, то будет 3,3 вольта, по-моему, если мне память не изменяет. В общем, я его уже проверил. Будем собирать. Поставим также вентилятор. Кстати, у меня по дому стоит, я не сказал, несколько стоят. Все старые, системные, системных блоков. Раз, два, три, четыре штуки, по-моему, стоит. Но я давненько уже собирал. А сейчас решил, короче, обновить. Добавить. Не знаю, почему. Почему, почему, короче, переглядел. Не знаю, почему замыкает. Замыкает. В общем, опять его откидываем на несколько лет. И потом, наверное, мы опять собирать его будем. Чтобы не забудем. В общем, делаем коробку. На 12 вольт, на 5 вольт. И на 3 вольта. Постоянного тока. Сынули, как раз, Атолия тут на улице. Лазит. Железками буду заниматься. Так, я думаю, что мне оттает. Что мне оттает, какое тесто. Надо же еще начинку. Там сколько у меня тут было? Пакетик. Нет, хотите, я не буду убирать. Да сколько лепешек у меня еще начинка. На 10 вольт, штук 6, наверное, будет. Так, штук 6. А что у меня тут? Я тесто оттает. Много теста завела. Нормально. Тесто у меня еще жарить пироги будут надо. Это при условии, что мы два листа уже сета. В общем, возни, возни на целый день. Да, грязи, возни. Грязи, возни на целый день. Сегодня доделаю, это, пирожковый день у нас. Пирожковый день будет. На несколько дней. Да вот думаю, это, да вот думаю, с какого мне это, это тесто, это делать. Пусть пока стоит у нас тесто. Я их не брала, а цветовар. Со цвета. Ага. Чтобы оно и так будет подниматься. Днев не поднималось быстро. Оно и так будет подниматься. Ну все, сейчас я тебе так, оба-баляка. Пусть мама отдыхает. Жара, в общем, пусть наводит марафет. Готовим, готовим, готовим. Да, тебе у нас вот такой вот будет денечек. Денечек, денечек. Пирожковый булочный день. Нет, пирожковый. А, чисто пирожковый. Да, пирожковая чисто, да. А. А те кубам с яйцом пожарим потом. А ну, это завтра уже. Сегодня. Сегодня. Конечно. Тем более тесто я откладывать не буду. А что станет, в морозилку закину. Зачем я буду тесто, а это, у меня и начинка стоит. Зачем я буду? Ага. Завтра откладывать. Когда можно сделать сегодня, да? Да. Ну все, сейчас мамоника. Пусть мама отдыхает. А сынулия красотуля пока пойдет покурить. Душно, жарко, съемки проходят в экстренных ситуациях. В духоте. В духоте и много возни. Как я иной раз думаю, что прокладная погода, ветер и прочее, оно лучше, чем жара. По крайней мере, и жару мы плохо переносим в духоту. Так что мамуля прыгает вскочит. Ладно, увидимся уже на готовых, когда уже будем пробовать. Мы снимаем же ролик отдельно, весь процесс пойдет на мамин канал, рецепты мудрой мамы. На нормальные, а не знаю, на что у нас, у нас все нормальные каналы. А, я так. Просто на наши каналы. Да. Вот это в данный момент снимаем к общему видео. А еще общий на канал. Да, что сделали за день, поели, походили, покакали, чай попили, подумали. Наградки поглядели, главное смотреть наградки, чтобы они больше росли, быстрее. Короче, я выдержу там это, у меня уже, вот это все, я не могу смотреть, короче. Придется опять сеять. Вообще не знаю, может быть я без рук. Нет. Может быть это, я короче второй раз уже посадила кабачку. Там, кстати, говорят, что много тени. Нет, немного тени. Да ничего, немного тени. Все у нас уже там это, там нету, там практически нету, там наоборот, тут жара будет. Вот сейчас, ну где-то через час еще и до самого захода солнца там будет жара. Да, там солнышко. Потому что здесь у нас вот как раз тенечек, его сейчас будет с двух часов. А здесь будет тенек, а там вторая половина дома, там будет жара. До самой темноты. Мы будем изнывать, да. Потому что у нас нету, у нас нету тенька такого темного. Да. В общем, дальше уже встретимся, когда будем. Может я криворуками. Нормальная. Это все хейтеры виноваты. Они там гадают, гадают. Я уже опять другие кабачки. Что? Желтые. Что, у нас же ни один кабачок не зашел, да? Второй раз, ну пока не знаю, второй раз воткнула. В общем, короче, воткнула и цукини воткнула. Не знаю, что вообще будет. Не знаю. Короче, что-то будет. Короче, вообще. Вот такие они. Нормальная. Ну все, дальше уже будем увидимся, когда будем жрать и, наверное, запустим. Кушать железяку соберем. Что кульганишь? Жрать это по долю, нормальное слово. Так же, как коза, козел. Это просто про это. В общем, душно. Все, душно. Ну а мы еще не доехали до Псени. Еще, конечно, это на пути, но еще конечные цели не дошли. Ой, ну все, короче, жара, мозги не работают. Жара, жара, жара. Что ты там делаешь? А? Да, блоки. Вот час самое будет до 4 часов вообще на жарение, там, забидашь, часу до 4, это... Ну, блок питания собрать. Кого? А ты не смотря, кой-ка там градусов? Я не глядел, не заглядывал. Ну ладно. Ну все, будем делать дальше. Кстати, на таком же блоке питания у нас постоянное освещение сделано на таком же, только на таком же, ладно. Все, пока, пока все. Ну вот и все, наш универсальный блок питания готов. ВЛЕ провода на 3,3 вольта. То есть, вот это получается у нас плюс оранжевый, вот это масса минус, он идет общий. Также на 12 вольт, желтый это у нас плюс, черный минус и на 5 вольт. Черный у нас минус, красный у нас плюс. Кстати, внутри я запитал вот этот вентилятор, этот вентилятор, который показывал до этого, на 5 вольт для того, чтобы не было шума вообще. Он нагнетает, отсюда берут воздух, нагнетает вовнутрь, уже из всех щелей, уже выдувается, охлаждается. Также у нас есть кнопочка, осталась, которая на самом блоке питания, включение и выключение. В общем, втыкаем в розетку, также у нас провод снимается. Удобная вещь. Запитать можно все, что угодно. Ну, я имею ввиду, в планах разумного, даже вентилятор на радиаторе. Так, сперва попробуем на 5 вольт. Как у нас горит 5 вольтовая. Так, включаем. Опа. Вентилятор заработал. Тихо, не слышно, как мышка. Это у нас 5 вольт. Не буду я мерить тестером, потому что знаю. Так горит 5 вольт. Дальше мы 12 вольт меняем. Проводки, они, кстати, по себе скручены. Так горит уже 12 вольт. А 12 вольт способно держать долго. Больше 150 ватт, скорее всего, 150 ватт будет держать. Ну, и, соответственно, отдельно скрученная у нас 3 вольтовая батарейка. Посмотрим, как светит. Чуть-чуть-чуть. Совсем накал. В общем, ребята и девчата, универсальный блок питания, который в Китае стоит несколько тысяч. А тут с готовых комплектующих, которые обычно выкидывают на помойки, мы собрали вот такую вещь. Запитать можно магнитолу автомобильную с динамиками и маленький-маленький усилитель. Небольшой, без сабвуфера. Ну, либо совсем дохлый, тоже китайский сабвуфер. Все это будет тянуть. Для дома пригодится. В общем, мама упарилась, потому что жарко, тяжело. А сперва она напекла вот такие с картофелем, с начинкой, потом будут ролики. Ну, сразу сняли два ролика кулинарных. За раз тяжело, все-таки возраст. Да и жара такая. Так, и так же пирожки, как один, с луком, с яйцом. Сейчас сынуля красотуля, мама разломила, показала. Сейчас мы вот это все попробуем. Потому что еще горяченький, пошла переодеваться. И пирожки всегда хорошо, отлично получались. Промашета. То есть пирожки мама делает классно. Кто бы что ни говорил, тетке, не спорьте. Мама насчет пирожков готовит классно и хорошо. Я пока на улицу ложусь. Тесто тоненькое, отличное. Они, кстати, пирожки могут лежать и подолгу в холодильнике. Такими же вкусными было. Раньше мама, по-моему, уже была. Она напекала много. Убирали в холодильник, в холодное место. То есть они не портились. Сразу на неделю. И кто хотел, пирожки ели. В общем, с луком не с лицом. Пирожки отличные. По полу бы разломлены это. Так. Вот это уже булочка идет разломлены. Сверху сметана. Картошка. Булочки тоже хорошие. Вкусные. Соответственно, сейчас попробуем. Это мама разломывала с этим вот такие булочки. Здесь фарш. Все такое вкусное. Тоже мягкие. Не разваливается. По зубам. Тесто хорошее. Припеченное. Фокус поймался. Отлично. В общем, сажусь. Будем трапезничать. Мамуля красотуля постаралась на славу. И нажарила, и напекла. Сразу будет два ролика. Сразу жарко, душно. Так бы узнаю. Вообще, ненавидим мы жару, не любим жару. Пусть вся жара идет назад в Африку. Все. А нам нужен прохлада. Все. Будем трапезничать. Сейчас чаю налью. В общем, ребята и девчата, температура у нас в тени плюс 34, плюс 35, скорее всего. Сейчас дам побеляшку вечером. Сменю воду. Беляши. Братишка заезжал. Оставил беляши. Они все свежие. Просто, чтобы в машине не болтались сразу. Покупался один. Дерзи. Здравствуй. Все. Твое. Так, дадим дочи. А сейчас попозже я выйду. И накрашу то, что мы приготовили с мамой кошкам. Кстати, я им поставил суп. Обычно кошачьи лежат. А в такую жару. Да? Доча. Доча. Смотри, какая вкусная. Вкусная. Вкусный. Ничего не доело. Все суп вылизало. Ешь. Рубай. Так. Ну, сейчас я кошачьим накрашу. Кошачьи уже морются. Умываются. А? Умываются. Все. Вот тут. Сейчас я вам накрашу, короче. Иннокентий пришел. Так же мы сегодня пойдем будем поливать. А? Польем тыкву. Сегодня воду я не запускал. И пополиваем градки. Заодно посмотрим, что там у нас на градках. Вчера вечером-то поливали. Ну, а на градках у нас тишина. Тишина, тишина, тишина. На градках ничего нету. Вон от солнышка мучаются. Капуста. Жарко. В общем, жарко. Все. Тут свекла частями посажена. Пополиваем. В общем, вот такая довольно сильная жара. А на солнце вообще солнце пек. Ну, что. Ладно, ребята и девчата. С вами был сынуля-красотуля. Так. Тут вода, наверное, как парное молоко, конечно. А тут у нас снизу сплыла вкусняшка. Гадость, короче. Как она быстро. Меняешь воду, меняешь. Когда? Позавчера менял. Позавчера воду. И все. И по новой. Да что ты будешь делать? Зелень это. Все. Водичка аховая. Ну, все, ребята и девчата. С вами был Ильич. Подписывайтесь на обычный канал. На канал подвал Ильича. Вот так у нас сегодня и день прошел. С вами была мамуля-красотуля и сынуля-умнуля-лопатуля. Все. Всем пока-пока. Еще увидимся.